Контрольно-пропускной пункт Акжол, автодорожный, самый крупный на границе Казахстана с Кыргызстаном. Ежесуточно там проходят тысячи граждан двух республик и проезжают сотни автомобилей и автобусов. Те, кто пересекли границу сегодня, стали первыми свидетелями того, как она будет работать в новых евразийских условиях. Визуально на границе Казахстана и Кыргызстана ничего не изменилось. Единственное, чего теперь здесь нет, это таможенного оформления грузов. То есть товары могут свободно перемещаться через границу как в одном направлении, так и обратно. Во всем остальном граница действует в прежнем режиме. Новые условия работы пограничных контрольно-пропускных пунктов на границе двух республик вступили в силу в ночь на 12 августа. Это значит, что теперь единственная служба, отвечающая за порядок на рубеже Казахстана и Кыргызстана, это пограничники. Я очень быстро прошла границу. Никакого долгого оформления и очередей. У меня просто проверили паспорт, зарегистрировали меня и пропустили. Очень удобно, а главное быстро. Проще пересекать границу с Казахстаном стало и автовладельцем из Кыргызстана. Теперь нет необходимости заполнять множество документов, тратя на это большое количество времени. Другое дело, если ты провозишь коммерческий груз. Пограничники оформлять его не будут, как это раньше делали таможенные службы. Будет выдаваться специальный талон, который впоследствии поступит в налоговые органы для отчета. Главная задача – упрощение перемещения товаров и людей. Достаточно просто, потому что когда мы ехали, допустим, в Кыргызию, было гораздо сложнее. Были много грузовых машин, ну и долго стояли, ждали, оформляли там экологическую какую-то страховку, по-моему, что-то такое. Ну, сегодня вроде как проще. Что касается пограничников, то за исключением заполнения грузовых спецсталонов, они работают и в прежнем режиме. И главная задача – безопасность рубежей и регистрация граждан, пересекающих границы. К примеру, для жителей Кыргызстана миграционные карты не отменены, и заполнять их нужно по-прежнему. Так же, как и предоставлять специальную справку, если едешь в Казахстан с детьми. Но эти формальности необходимы, и все относятся к ним с пониманием. Бакычер Машев, Виктор Куленко, 24КЗ, Бишкек, Кыргызстан.